Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Братья и сестры, мы с вами сейчас слышали вангельское повествование, где сказаны, пожалуй, самые сложные для восприятия слова Господом нашим Иисусом Христом. Господь говорит о том, что вы слышали сказано в Ветхом Завете, «Люби ближнего твоего и ненавидь врага своего». А я вам говорю, любите враги ваши, благословите клянущих вас, молитесь загонящих и ненавидящих вас, и будете детьми Отца Небесного. И действительно, это очень трудные для исполнения слова, потому что опыт жизни человека показывает, что любить не то, что врагов, да даже домашних не всегда получается. Опыт жизни показывает, что приходит человек беседовать со священником и сетует, живу, терпеть не могу свою свекровь, раздражает брат мужа, да и муж тоже, крови столько пьет. И оказывается, не то, что врагов, мы ближние своих, самых родных себе людей не всегда способны любить. И в этом оказывается огромная, братья и сестры, проблема, даже, можно сказать, пропасть между тем, к чему мы призваны как христиане, и тем, чем мы на самом деле являемся. Сколь часто священникам приходится слышать от обывателей такие речи, и, к сожалению, они обоснованы. А что толку, что в храм моя соседка ходит? Вы бы слышали, как она, после службы, приходя домой, ругается со своим мужем, какие там проклятия. Или там, вот как недавно у меня беседа была, тоже мне сказали, ну и что толку, вот у меня знакомый, такой прям поцерковленный, посты соблюдает, все, но при этом мы все знаем, что он живет по отношению к своей семье, к своей жене, нечестно. И сколь часто такое слышишь и понимаешь, что действительно есть пропасть между тем, к чему призваны христиане, и чем мы являемся на самом деле. Мы не то чтобы врагов, я еще раз повторюсь, мы не способны порой любить даже тех, кто нас любит. Ведь правда же, братья и сестры, что он не любит жена своего мужа, который гуляет от нее. Он знает, любит, она его любит, она ему готовит, она его прощает. И сколько таких семей сегодня живет? Да очень много. И разбирая жизнь современных людей, которые в храм порой ходят, и свечечки ставят, и на крещение в прорубь ныряют. Вроде как все себя ассоциируют с православием, с христианством, но вглядываясь в жизнь, в ткань каждого дня жизни, таких людей видишь, что не то что врагов, мы порой не умеем любить тех, кто нас любит. Предаем, гневаемся, ругаемся, обижаем, холодом, равнодушием, гневливостью и раздражительностью каждый день травим тех, кто нас любит, и кто нам ближний. И некоторые люди удивляются и говорят сегодня, странное дело, на людях мой муж, ну просто душа компания, весельчак, разговаривает, какие-то шутки, прибаутки, дома молчит, два-три сухих слова за весь вечер. Что ж такое? Замечают так иногда, удивляются, и получается перевернутая какая-то картина мира с близкими, человек сухой, закрытый, замкнутый, как сухарь, с дальними, с теми, кто ему совершенно в жизни не так близок, он может быть, так вот, душой компании, перевернутая сегодня во многом картина мира у нас, братья и сестры. И вот чтобы все поставить на ноги, чтобы все установить так, как должно стоять, мы для этого прибегаем к истине, к Евангелию. Вот Евангелие – это тот барометр, которым можно всегда скорректировать и правильно выстроить свою жизнь. И сегодня мы слышим слова Христовы, что любите не только тех, кто вас любит, но любите даже тех, кто вас не любит. Самое сложное запомнить о любви, потому что любовь, братья и сестры, всегда обречена страдать, потому что любовь имеет только один глагол – отдавать, потому что любовь не может быть самозамкнута на самой себе, она должна себя куда-то воплощать. В духовной жизни христианина все должно выстраиваться на этом главном принципе, на принципе любви к ближним. И если кто помнит, как заканчивается Евангелие от Матфея, то мы знаем, по какому принципу будет судить Христос этот мир. Господь воссядет на престоле Своей славы и скажет «Придите ко мне, благословенные, я был голоден, вы меня накормили, я был наг, вы меня одели, я был болен, вы меня посетили, я был в темнице, и вы приходили ко мне, я был странник, и вы меня укрыли», и скажет ему «Господи, когда мы видели Тебя голодным, нагим, когда мы видели Тебя обездоленным?» И скажет Господь «Поскольку все это вы сотворили ближнему, то вы сотворили это мне». Вот единственный критерий, по которому будет судить Христос этот мир. Не по количеству пожертвованных денег на храм или построенных храмов, не по количеству расставленных свечей и положенных поклонов, а потому лишь помог ли ты человеку, который сейчас нуждался в Тебе. Или ты отмахнулся и прошел и сказал «Да, бомж, какой ты бомж, что я ему буду помогать, сам виноват, всю свою жизнь пропил, всю свою жизнь, что называется, загубил, а я ему еще буду помогать». И о ужас, братья и сестры! Мы, христиане, идем в храм или идем из храма, сидят нищие, а мы, святые такие, проходим и говорим «Не, я им помогать не буду, он на водку потратит, он пропьет, а он вообще мошенник». Я говорю, что это ужас, потому что рука протянута не для того, чтобы мы поразмышляли, куда он потратит ваши деньги. Эта рука протянута, чтобы в нее хоть что-то положили. И это что-то может быть в ваших руках, не деньги. А может быть, ты свою руку туда положишь, пожмешь и скажешь «Брат, хорошего тебе дня! Как твое имя? Что с тобой?» Ну кто из нас, проходя и увидев на дороге лежащую где-нибудь на обочине икону, пройдет мимо? Ну только кощунник. Верующий остановится, поднимет икону, помоет, смахнет с нее грязь, пыль, может быть, даже отреставрирует, потому что это что? Это образ Божий. Святые образа мы так и называем, да? Здесь же ты проходишь мимо образа Божьего человека. Да, он грязный, да, он подверг жестокости, несправедливости этого мира. Может быть, он бьющий человек, может быть, он потерявший свое лицо. Вот ну как икона лежит в грязи, но она же все равно икона. И ты же не станешь перешагивать через святую икону и пойдешь дальше. Ты ее поднимешь. А вот икона Бога, потому что человек тоже образ Божий. Пусть он в грязи, пусть он подвержен насилию и грехам. Но остановись, дай два слова, скажи, покажи ему, что ты в нем видишь человека. Если не хотите давать денег, так купите ему сыр или колбасу. Уж точно съест и не захмелеет палки колбасы. Но Христос нам говорит, я был голоден, я был нах. И если хотите, я добавлю до конца. Я был в темнице, а вы ко мне пришли. А темница, что это? А темница это тюрьма. А в тюрьме кто сидит? Порядочные люди в тюрьму попадают? Нет. Уголовники – это люди, которые приступают к закону. И когда наш Господь в Евангелии говорит, я был в темнице, что это значит? Это значит, что Он отождествляет себя даже с людьми, которые находятся в тюрьме. Для Христа нет разницы, каков человек, насколько он пал. Потому что любой человек – это ближний. Любой человек – ближний. Да, можно потерять здесь одну важную деталь. Я вспоминаю отца Павла Адамигейма, которого в Псковской епархии несколько лет назад убил человек, которого он у себя дома пригрел. Здесь есть и другая крайность. Когда ты, исполняя заповедь Христова, становишься жертвой обмана. А вот как отец Павел Адамигейм, известный священник, стал жертвой от рук преступника, которые его зарезали. Есть и эта сторона, о ней тоже не стоит забывать. Остановился помочь. И человек там еще больше тебя ранил. И так далее. К этому тоже нужно быть готовым, что всякое доброе тело будет иметь сопротивление. Потому что тот человек, которому ты помогаешь, он заведомо в падшем состоянии души и тела. Но в том и есть любовь. Помогать не тому равному себе, а помогать тому, кто сейчас хуже, чем ты живет. Которому сейчас хуже. Знаете, как в больнице, врач в больнице заходит в палату. Я много раз наблюдал такую картину. Больному тяжело. Не помогают даже обезболивающим. Он как согнутая пружина. Весь на нервах. И я видел, что не раз как врач пытается заговорить, а пациент буквально ему говорит. Доктор, отстаньте от него. Идите с Богом. Не хочу ни с кем разговаривать. Отворачиваться к стенке. Но доктор же понимает, почему там. Потому что ему больно. Потому что он весь под насилием страшной болезни, недуга, который его, этого человека мучает. И если врач развернется и уйдет, а не станет продолжать лечить, то это будет, это будет означать, что человек погибнет. Врач все равно помогает. Даже ему клянут. Врачу говорят гадости. Отпихивают его. А он все равно пол ставит. Правда? Потому что он заботится. Он невзирая на то, что ему говорят. Вот и мы, христиане, братья и сестры, должны стараться любить человека, несмотря на то, даже как он на это реагирует. Несмотря на то, как человек относится лично к маме. Иногда спрашивают батюшка, как же быть? Вот на работе у меня начальница такая вот матершиница страшная. Она вот как зайдет, просто уши начинает вверх. Как быть? Надо рассматривать людей, которые вокруг нас. Кто-то ругается, кто-то может быть обманывает, кто-то постоянно притесняет. каждый из нас в какой-то степени поражен греховностью. Мы, как, знаете, больные люди. Мы болеем духовными недугами. Кто-то гневлив, кто-то гордец, кто-то блудник, кто-то сребролюбец, а кто-то сразу все вместе. И вот святые отцы говорят, нужно различать грешника и грех, который в нем. Нужно различать, что сам человек хороший. Просто в нем грех укоренился и расцвел пышным цветом. Вот врач умеет отделить пациента и то, что с ним сделало болезнь. И врач говорит, мы вас вылечим, вы станете, вы вернетесь, вы будете хорошим, как прежде. Боль уйдет. Глаза, взгляд ваш прояснится, улыбка вновь будет поселиться на вашем лице. Не волнуйтесь. Я верю, что вы вновь будете в нормальном, в хорошем состоянии. А пока что вот эта болезнь, эта болезнь вас так исковеркала. Вот так же мы, христиане, братья и сестры, должны на грешников смотреть и говорить, ты хороший человек, просто твой грех, как болезнь тебя изменила. Твое лицо гневное, твои слова жестокие. Но не потому, что ты плохой, а просто потому, что в тебе грех. Иными словами, нужно снисходить. Но любовь проявляется еще и в том, что мы отделяем человека не от греха, который в нем поселился. Дорогие братья и сестры, сегодняшнее Евангелие, оно обращено к каждому из нас. К каждому. Харистам, ко мне, к Александру Неомидовичу, который сейчас стоит здесь. К каждому. Мы с вами, Христом, Господом нашим, призываемся любить всех. И там нет исключений. Не сказал Господь, любите всех, запятая, кроме. И перечисляется. Наркоманов, алкоголиков, нет исключений. А те исключения, которые мы сами придумываем, это мы додумываем, братья и сестры. Иногда некоторые священники говорят, что ну не надо помогать цыганам, не надо помогать другим, пятым, десятым. Братья и сестры, если человек, например, те же цыгане, не занимается вражбой, гадательством, ну просто вот девочка цыганская, она не виновата, что она родилась в семье цыган. Она не виновата, что ее не отдали в школу. И знаете, у нее тоже, как и у наших детей, есть чувство голода, чувство страха. Она не виновата, что она растет так. Но она тоже образ Божий. И она тоже хочет есть по утрам. Ей тоже хочется, чтобы в ней видели человека. И может быть от одной нашей встречи, когда вот идет христианин из храма, а тут девочка цыганка, девять лет, со своей присказкой подается там, а вы ее обняли и сказали, милая, дорогая, может быть тебе книгу подарить. Может быть от одной этой встречи эта девочка вырастет и вспомнит, что когда-то во видели человека, когда-то встреча с христианином коснулась моей души. Так бывает. Об этом пишет Бунин Иван. Когда он был в Санкт-Петербурге и проходил по мосту, он увидел некоего нищего человека. Нищий просил денег. А писатель с собой не взял ни копейки. И тот по привычке варил, подай денег. А Бунин остановился и сказал, брат, прости, не взял, ни копейки с собой нет. Подошел и его обнял. Мужчина расплакался и сказал, я 20 лет на этом месте прошу милостей. Впервые во мне меня назвали братом. Впервые во мне увидели человека. Вот к чему призваны мы, братья и сестры. Видеть в каждом, кто рядом с нами, человек, образ Божий. А потом уже разбираться, как он живет, что с ним, какие у него трудности и так далее. Не всегда важно деньги положить. Можно положить свою теплую руку и сказать добрые слова. И это будет гораздо более значимо для того человека, который сейчас перед вами. Аминь.